Галкипер стальных лис Анастасия Торпова в хоккей играет с детства, по примеру старшего брата. Амплуа вратаря осваивала в хоккейной школе «Комета». Девушку приглашали играть за Нижегородская торпеда и Московских ангелов, но патриотизм взял верх. Сейчас Анастасия Торпова сражается за кубок Козлова Самарской любительской хоккейной лиги, а в эти выходные – в серии товарищеских матчей с Казанской Марусей. Побеждать студентке и просто красавице не мешает даже стильный маникюр. Тренер относится к этому лояльно. Говорит, красивый, хорошенький. Какие следующие вы ждете? У меня дырочки в ловушке в блине, специально под ноготочки. Серия товарищеских матчей среди женских команд по хоккею состоялась в Самаре впервые. Стальные лисы встречались с Казанской Марусей. Команду назвали в честь капитана Марии Айнулиной. Первая игра прошла по сценарию хозяек площадки и счет в их пользу – 6-1. К сожалению, у нас в Самаре, в Самарской области нет женских команд, и мы ищем любую возможность, чтобы поиграть именно с любительскими женскими командами. А задача в них простая – набираться опыта, набираться опыта, посмотреть, чего мы достигли за этот год, как мы смотримся на входе других женских команд. Игра очень понравилась, было необычно. В какой-то момент наша товарищеская игра переросла немножко в борьбу, и это было даже интересней. Мы боролись до конца. Как тренер говорит – борись до конца, вот мы боролись. Мы играем как леди. Но когда начинается борьба на льду, именно борьба за шайбу, мы боремся до конца. То есть, ну, там бывают и случайно какие-то силовые. После разведки боем уже во второй игре Казанская Маруся предложила свой хоккей, и самарским лисичкам пришлось приложить максимум усилий и мастерства, чтобы вырвать победу и в этом тяжелейшем матче с футбольным счетом 2-0. У нас вчера на льду были три девочки, которые впервые играли, вообще даже не просто игру, а товарищескую игру играли впервые. То есть, они впервые оказались в ситуации, когда действительно это не тренировка, а это там, где нужно защищать шайбу, искать шайбу, и что-то создавать, создавать, либо разрушать. Для них, я считаю, это здорово, потому что сама так же начинала, когда-то у меня была первая игра, и я помню, что я эту первую игру помню хорошо. История встреч между Самарскими Стальными Лисами и Казанской Маруси пока в пользу команды 63-го региона. За полтора года пять побед в пяти матчах. В планах женского хоккейного клуба проводить в Самаре не просто товарищеские встречи, а настоящие турниры с командами из Казани, Чебоксар, Магнитогорска и Сочи. За развитие женского хоккея в городе организаторы соревнований вручили Федерации хоккея Самары сувенирную шайбу с логотипом клуба «Стальные лисы». Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.